Он хорошо разбирается в бизнес-процессах, боевых искусствах, а с недавнего времени в физических и волевых возможностях человеческого организма. С детства Роман Зайцев занимается саморазвитием. Начинал с кружка танцев, потом перешел на карате и айкидо. Размеренная жизнь оказалась не для него. Год назад Роман определил для себя нестандартную цель на грани возможного. Я не знал, что такое триатлон. Я не знал, в общем-то, об этом ничего. Знал только, что это запредельно сложно. И даже при отсутствии всех этих знаний я просто поставил себе цель, что я должен это сделать. Приблизительно через год. 10 мая 2013-го Роман приступил к тренировкам. Этот день он запомнил хорошо, когда, надев кроссовки, вышел на пробежку. Моя первая пробежка была на расстоянии 5,5 километров. Бежал я это 40 минут. Бежал от своего дома к родителям. И когда я туда добежал, просто упал и минут 15 пытался отдышаться. Роман не сдался. Скорее, наоборот, решил принять участие в соревнованиях серии «Айронмен». Это гонка-триатлон. На первом этапе спортсменам необходимо проплыть 4 километра. Затем 180 километров они преодолевают на велосипеде. А потом марафонская дистанция бегом – 42 километра. Три состязания проходят в режиме нон-стоп, без отдыха и перерывов. Главное дойти, но уложиться во время. Время ограничено. Время всей гонки ограничено. И существуют промежуточные отсечки, когда нужно быть в определенных этапах. Осваивать профессионально Роману пришлось все спортивные дисциплины. Одно дело кататься на велосипеде, другое – тренироваться, чтобы участвовать в гонках. Поэтому спортсмен часами и на улице, и дома крутил педали, развивая скорость, разрабатывая выносливость. Горный велосипед со временем он сменил на шоссейный. За прошедший год Роман в общей сложности пробежал тысячу километров и проехал на велосипеде около четырех тысяч. С плаванием история сложная. Начал тренироваться тоже летом в прошлом. Но, к сожалению, осенью сломал руку. И практически до соревнований, первых соревнований в мае, не тренировался. Буквально за месяц до соревнований снял гипс и поплыл, собственно, как есть. Это были для Романа первые соревнования на звание «Железного человека». Для начала он решил преодолеть маршрут равной половине дистанции. Соревнования проходили в мае в Провансе. В них приняло участие две тысячи человек со всего мира. Из Франции Роман вернулся с медалью. А главное – с полезными выводами. Были приятные моменты. Я обнаружил, что очень сильно, скажем так, намного сильнее других спортсменов на горках, на велосипеде. Были неприятные моменты. Насколько силен на горках в подъемах, настолько я слабее на спутках. С мая по октябрь Роман усилил нагрузки. Занимался спортом шесть дней в неделю, иногда по шесть-семь часов. Все свои тренировки атлет разрабатывал самостоятельно. Занимался по графику. В помощь была только книга «Библия три атлета». Активная подготовка имела свою цель. Впереди соревнования в Барселоне. Роман решил проплыть, проехать и пробежать полную дистанцию. День соревнований Роман помнит буквально по часам. Утром, это всегда аэрономия проходит по воскресеньям, утром, когда я проснулся, я увидел, что приближается гроза. Причем такая хорошая, серьезная гроза. И когда я пошел к транзитной зоне, где стоял велосипед, начался ливень. Причем не просто дождик, а именно ливень. Старт задерживали. Из-за погоды все соревнование было под угрозой. Мысли при этом, вспоминает Роман, у него появлялись самые разные. Вплоть до того, чтобы отказаться от затеи. Ну, отложили на полчаса, стартовали. Стартовали, естественно, все равно продолжался шторм. Поэтому плыть было очень сложно и, ну, на самом деле страшно. Но в любом случае, когда тебя окружает там 300-500 человек, это, ну, фактически мясорубка. Ощущения, ну, можете себе представить какие-то. После первого состязания распогодилось. Спортсмены пересели на велосипеды. Предстоял самый длинный этап дистанции. Первые 30 километров просто приходишь в себя и начинаешь понимать, где ты, что ты делаешь, что происходит. Потом постепенно раскручиваешься. Фактически начинается путешествие такое. То есть ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Уже появляется определенная уверенность. Ловишь свой темп, смотришь за другими участниками, уже начинаются соревнования такие. Велотрассу Роман проехал примерно за 6 часов. Спортсмен сравнивает это с отдыхом после заплыва и подготовкой к марафону. Финальный этап самый сложный. И последние километры мы поравнялись с румыном. И последние 3 километра мы бежали вот плечом к плечу, просто подбадривая друг друга, не давая останавливаться. А потом вдруг финиш. Всю дистанцию Роман Зайцев преодолел за 14 часов. За гонку он потерял 11 тысяч калорий. Это 3,5 килограмма веса. Поэтому теперь знает, как быстро похудеть, шутит молодой человек. Но самое главное, он доказал сам себе, нет ничего невозможного. Когда пересекаешь финишную черту, ты не понимаешь, что ты сделал. Ты не понимаешь, что можно остановиться. Я просто помню, с каким недоумением я оглянулся назад. Вот всю арку я уже прошел. Такая синяя дорожка. Классика на всех соревнованиях. Я не мог поверить, что правда все. Айронмен считается самым тяжелым однодневным испытанием в мире. Роман его преодолел. И стал единственным железным человеком из города Курска. Он продолжает тренироваться, чтобы улучшить результаты. Роман хочет поучаствовать в чемпионате мира. По триатлону. Для этого надо пройти 12 гонок серии Айронмен. Роман Зайцев в себе уверен. У него все получится. Один раз он уже это доказал.